После поражения в Саранске у нас было не очень важное состояние, прежде всего в психологическом плане. Примерно мы понимали к чему нам готовится в Воронеже и смотрели игры. Команда очень активно играет в атаку и дома при своих болельщиках. Не имеет значения такое количество их на трибунах, но всегда они поддерживают. Сколько мы не приезжаем в Воронеж, пробираясь на лавке и дрожь, относительно болельщиков, конечно, это не двенадцатый, а тринадцатый игрок, гонит их. Много моментов было сегодня создано хозяевами. На последний, как добавлен идет четвертый, в перекладину мяч попал уже, мы двери уже победу упустили, так в гостях, но добавлено, честно говоря, сердце аж ёкнуло. Да, где-то игра приходилась с преимуществом хозяев, но мы терпели, терпели, мы еще до игры говорили, что главное терпеть и моменты они все равно будут. Где-то в концовке матча хозяева стали ошибаться и мы их наказали за это. Для нас эта победа очень важна, прежде всего в психологическом плане. Поэтому хочу поздравить ребят, особенно, которые сплотились перед этой игрой и доказали себе, в первую очередь, что у нас коллектив, а не просто набор футболистов на поле. Пожалуйста, вопрос. Сергей Стиславович, а с чем свяжена вот такая невнятная игра в вашей команде? Все-таки большое преимущество факела, команда собирала сборы по сосенке перед сезоном, а по игре в общем-то переграв достаточно существенно. Что физика, как в небольшом состоянии или в моральном состоянии, как в вашей жизни? Ну, это, прежде всего, психологическое состояние. Оно не дает внутренние ребята скованные и допускает простые ошибки в передачах. Отсюда много потерь мяча, поэтому мы где-то не можем выйти. И говорили перед игрой, что в связи с этим надо упростить игру где-то больше играть за спину с защитником, больше туда мяч передвигать. Ну, как бы, ребята хотят играть в футбол, но пока не получается. Мы тоже, как бы, у нас на 60% состав поменялся, у нас полностью линия обороны новая, поэтому у нас где-то не хватает. Ушли опытные ребята, у нас молодежь, где-то они не всегда вытягивают, где-то бывает и дают слабинку. Из-за этого где-то и прижиматься приходится нам и к воротам. Хорошо, что у нас есть Коля Цыгин в воротах, который нас вытягивает, вот эти игры все последние. Ну, я думаю, все наладим. Ребята только обретут, они уверенность касается большей защитной линии, и будет проще играть всем. Еще вопрос. Все-таки этот матч показался повтором осеннего матча, когда вы приехали, а весенний здесь, когда вы приехали, 1-0 выиграли. Тоже вы говорите о том, что нелегко, тяжело, и все-таки хватило это, так скажем, любимый клиент, или так складывается игра? Да, с течением ставится. Ну, у нас, честно говоря, я еще помню, мы где-то в 2006-2007 мы здесь выигрывали 3-1-3-2, ну, при преимуществе факела все равно. Поэтому я говорю, когда болельщик их гонит, ну, да, идет давление, где-то прессинг, потому что мы об этом и говорили, что надо выходить за счет длинных передач, хотят за счет коротких. Поэтому, естественно, здесь все рядом и накрывается, и трудно выйти. Ну, и где-то неправильно то, что, как бы, говорим одно, а делают другое они. Ну, у них есть свое мнение, они пытаются, видимо, его внести в игру, но второй тайм более-менее перестроились, значит, больше длины играть, поэтому и легче стало играть. Ну, а то, что мы зеваем, постоянно зеваем, я говорю, у нас неопытные ребята играют, у них нет навыков таких игровых, они очень мало сыграли. Я еще говорил, весной тогда они там по 8 матчей, сейчас, ну, если люди в первой лиге провели там, ну, до 20 матчей, ну, сложно от них требовать зрелой игры. Тем более центральные защитники, беда всей России, вы понимаете, поэтому, поэтому так плаваем мы из-за этого. Насколько я знаю, у вас много матчей на выезде, при составлении календаря руководители клуба как-то выражали, не думаете про это будет? Что здесь? Можно хоть что выражать, там решили и все. Я думаю, из-за того, что у нас все-таки манеж, и нам большую часть игр, наверное, перенесли в весеннюю-осеннюю часть, что мы дома будем играть, когда, грубо говоря, у вас снег лежит, а мы можем в манеже выставить нормальную температуру, там все проветривается, и поле газон у нас там хорошее очень. Поэтому, может быть, так они решили. Из-за этого у нас сейчас больше часть игр, мы правы на выезде, потом осенью мы будем больше играть дома. Все равно играть каждый из каждых игроков. Ну, что касается игры, я думаю, что мы по качеству, по содержанию, по тем моментам, которые мы создали у ворот соперника, я считаю, это наша, ну, наверное, одна из лучших игр. К сожалению, ну, ту ошибку, которую мы, как бы, допустили в конце игры, ну, она оказалась для нас, как бы, роковой, в плане, так говорить, итогового результата. Вот. Поэтому вот это поражение, конечно, ну, вдвойне обидно, в общем-то, ну, что говорить. Ну, в общем-то, сложно комментировать, еще раз я говорю, вот такую игру, когда ты имеешь на протяжении практически всей игры, оказываешь давление на соперника, в общем-то, имеешь и массу подходов, и, в общем-то, и не только одни подходы, в общем-то, и те моменты, где мы были обязаны забивать, и даже забили вроде мяч, который, не знаю, надо посмотреть еще внимательно, было там ни игры или не было, вот. Ну, к сожалению, вот это, еще раз я говорю, вот эта вот роковая ошибка, которую мы, кстати, допустили, к сожалению, в конце игры, в общем-то, она повлияла на конечный результат матча. И еще одно место в заявке осталось, да, вот, как бы, с приходом Осипенко имитация порядка сзади появилась. Ну, я соглашусь с вами, да. Впереди Лебеденко Бирюков, Бирюков Лебеденко, Миша, да, и 10 из 10, он 9 не забьет с 3 метров. То есть, за счет чего, вот, именно в атаке какой-то порядок наладить? Ну, порядок, ну, наверное, сейчас, как бы, по уровню, наверное, ну, полезности игры, наверное, опасности, как бы, у ворот соперника. Конечно, Лебеденко, наверное, у нас сейчас, ну, будем так говорить, ключевая фигура в атакующих действиях. Что касается там Орлова, Бирюкова, а вот, ну, в общем-то, здесь, как бы, ну, исходим из того, кто, будем так говорить, на данной этапе, в данный, там, день, как бы, в течение, там, тренировочного процесса, как бы, более-менее выглядит. Вот, поэтому, вот, здесь, как бы, идет такая, вот, ротация Орлов, там, Бирюков, в общем-то, ну, наверное, как бы, ищем, ищем, будем. Дорожкин не готов. Ну, в общем-то, и Дорожкин, как бы, в этом, в принципе, и планировали, как бы, его, в конце, будем так говорить, игры выпустить, чтобы, ну, потому что здесь уже концовка игры, сами видели, мы, в общем-то, перешли на длинные передачи, в общем-то, надо было бороться, надо было высокорослого, вот. А, вот, так, говорит, нападающего, ну, в общем-то, уже, как бы, и времени, будем так говорить, не хватило в этом плане. А чехарда с вратарской позиции сейчас? Ну, с вратарями здесь это не чехарда получилось, просто, это, просто, как бы, несчастный случай из-за того, что у нас, как бы, два вратаря выпали просто по, он так говорит, по, ну, по здоровью. У обоих температура, ну, вот, поэтому, получилось так, что сегодня вышел у нас, вот, так говорите. Олег. Ну, наверное, здесь надо говорить и о том, и о другом. Ну, во-первых, ну, чисто психологически, если брать этот момент, то, конечно, как бы, турнирная таблица, все-таки, и турнирная ситуация, которую мы находим, она, наверное, ну, как бы, в определенной степени, конечно, давит на игроков. Ну, и с другой стороны, опять же, если вот так вот брать, в те же моменты, допустим, когда Миша, там, не забивает, вон, так говоря, в той ситуации, ну, где он, я имею в виду, ну, любой, наверное, как бы, футболист, имея, ну, определенные качества, определенный, так говоря, уровень мастерства, наверное, бы, там, ну, из десяти, наверное, восемь бы забил. А вот здесь, к сожалению, наверное, надо констатировать, что где-то и уровень мастерства, в общем-то, будем так говорить, не хватило в завершении стадии атаки, вот этого финального движения. Ну, а что делать, если вдруг, не дай бог, Лебеденко получит серьезную трассу? То есть, это будет хаос полный, потому что на нем пока держится все, и близкого резерва на этой позиции. У нас все полузащитники центрального оборонительного плана, все. Он один, что-то на себе тягивает. Ну, согласен, в этом плане, конечно, однозначно, не дай бог, если с ним что-то случится, понятно, это сейчас, на данном этапе, это ключевая фигура не только, как бы, у нас, будем так говорить, в линии атаки, но вообще, как бы, в наших, будем так говорить, командных построениях, ну, то, что вы сами сказали, что, вроде бы, как у нас есть еще одно, как бы, вакансное место в дозаявке, вот в этом направлении будем искать усиление. Еще вопрос. Сера Васильевич, два, может быть, коротких, все-таки, вопроса. Выход Ростумяна и Садова, что они должны были? Какая у них владельца стояла? Ну, во-первых, выход Ростумяна, вы знаете, что он, как бы, ну, будем так говорить, по манере игры, в общем-то, такой быстрый, скоростной игрок, вот здесь, наверное, как бы, хотелось, чтобы, в общем-то, он на фланге, ну, я имею в виду, прибавил, прибавил бы в скоростных качествах, просили от него, чтобы он, как бы, обыгрывал там один в один, чтобы больше, как бы, было передач не с полуфлангов, а вот именно, как бы, чтобы, ну, за счет его быстрых действий, будем так говорить, за счет обыгрыша своего, там, визави, обыгрывать, разворачивать оборону соперника лицом к своим воротам, и, в общем-то, постараться как можно там больше сделать, будем так говорить, прострелов в штрафную площадь соперника. Что касается замены, там, Мануковского и Цвеби в опорной зоне, ну, однозначно, в концовке матча, ну, я не знаю, вы там, может, заметили, не заметили, ну, было очень много брака, особенно в развитии атаки, что у того, что у другого, поэтому здесь хотел, ну, в общем-то, эти замены, там, в лице, там, именно, там, Садова, в лице Шагена, вот, хотели, чтобы, ну, так, чтобы вот эти футболисты быстро и качественно разгоняли атаки, и желательно, чтобы они быстро, получая мяч, переводили мяч, вот, именно во фланговые зоны. Василий Васильевич, скажите, может быть, мастер-класску провести, что в конце, в том тайм, нельзя давать такие пасы назад, вот, два раза, может быть, покажете, как бить, в конце концов, игрокам лифтинг? Что тут показывать? Поэтому, конечно, здесь вот, допустим, как-то это, как-то объяснять, вот, эту вот передачу, которую, в общем-то, мы будем так говорить. Ну, даже из ситуации она не вытекала, вроде бы, мы должны были атаковать, вроде бы, мы вроде бы мяч этот перехватили, мы должны были быстро провести, как бы, постараться провести атаку, получилось так, что мы бы, говорит, привезли мяч в свои ворота. Ну, наверное, как бы, здесь можно сетовать просто на молодость, наверное, этого игрока. Какая молодость, 21 год человек, ну, какая молодость. Люди, чемпионаты мира выигрывают. В 17 лет люди выходят в основе. Это мы сейчас с вами, конечно, меряем, как бы, мерками, но у него, наверное, ну, не такой, будем так говорить, богатый опыт игр, ну, наверное, в основном в составе. Вы видели момент, когда он аут стоял, секунд 30, потом все равно отдал кому-то мяч, боялся бросить. Ну, ладно. К сожалению, да. Еще один маленький вопрос. Как сказали, у нас одно место на заявку, да, но все-таки отзаявить мы, наверное, можем, правильно? Ну, конечно, трансферный отмон. Сергей Сталиславович отметил, что в последних играх ее в Сибири за счет вратаря взяла, ну, какие-то очки. А у нас за 6 матчей 3 вратаря. Я так понимаю, мы по кругу скоро пойдем. Ну, еще раз я говорю, давайте не будем вратарскую тему эту поднимать. Просто я вам сказал, из-за того, что сегодня у нас 2 вратаря не смогли, ну, участвовать, как бы, которые участвовали в первых турах, из-за того, что вот, по здоровью. Поэтому мы не, мы, это не говорит о том, что мы ищем, будем так говорить, вратаря, и что мы все пропущенные мячи, которые, в общем-то, побывали в наших воротах, мы здесь, в этом плане, обвиняем вратарскую линию. Ну, странно было обвинять удар такой, что вряд ли какой-то любой вратарь играл классы, да, тащим, честно. Ну, так вот именно, вот такие игры, они всегда, как бы, подразумевают, всегда, когда имеешь, будем так говорить, такое территориальное преимущество на протяжении, и любой вот этот, любой стандарт, любой угловой у наших ворот, он всегда, как бы, ну, будем так говорить, чреват какой-то опасностью. А, видите, получилось, как бы, не со стандартов, а сами будем так, создали сопернику благоприятную возможность вот так, для взятия ворот. Нет ощущения, что в следующей игре, если вот такой же уровень путбол, ну, достаточно нормальную комбинационную игру, что, что сейчас не забей, может залететь. Или, все-таки, это как бы, ну, приятно. Мы будем надеяться, в общем-то, на это, еще раз я говорю. Здесь, как по-то, ну, вот я говорю, мне просто сложно комментировать, вот, допустим, просто, я говорю, действия, действия, ну, иногда, будем так, наших футболистов. Поэтому, вот здесь, еще раз я говорю, мне даже непонятно, по какой причине, допустим, он отдавал эту передачу назад, и, причем, назад не своему защитнику, а отдать сопернику, который находится практически вблизи наших ворот, и вторым касанием нам забивают гол. А вот за счет чего удалось такой комбинационный веселый футбол поставить? Потому что в среду совсем ничего не получалось с спортсменом. А как вот, в общем-то, в том числе? Ну, сегодня, ну, в каком плане? Считаю, что, в общем-то, ну, неплохую игру, в общем-то, показывали, ну, такая группа атаки в лице Кузьмина, там, в лице Ломакина, в лице Лебеденко. Ну, может быть, чуть выпал, как бы, вот из этих командных взаимодействий Миша Белюков. Вот, плюс фланговые игроки очень активно поддерживали атаку в лице Кагермазова, Молодцова. Вот это, в общем-то, группа атаки, ну, я считаю, что в первом тайме, ну, будем так говорить, создала достаточно, как бы, и подходов, и, в общем-то, опасность у ворот соперника. И забей, я думаю, мой мяч в первом тайме. Из того, что вот у нас, что команда создала именно в первом тайме, я думаю, что мы бы сейчас говорили о другом бы результате. А что тут происходит с Кузьминым, все-таки, для его уровня игрок, все-таки, Динамо, в Москве играл, многовато ошибки? Ну, по сегодняшней игре, все-таки, я считаю, ну, провел все равно, как бы, в плане, в плане созидания, в общем-то, неплохую. Согласен, что, как бы, уровень его мастерства, уровень его мастерства позволяет, ну, наверное, еще более, более, будем так говорить, качестве наиграть именно в плане созидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова